здравствуйте дорогие ребята начинаем наш урок русского языка четвертом классе я уверена что вы все приготовили тетради ручки и внимательно будете слушать объяснение учителя давайте с вами рассмотрим картинку что вы видите на ней чем занимаются дети что они делают они прыгают играют бегают даже вот с дедушкой рыбачат как вы думаете о какой части речи пойдет сегодня разговор конечно вы совершенно правильно ответили тема сегодняшнего урока глагол запишите тему урока сегодняшнее число и мы попробуем с вами ответить на вопросы что такое глагол на какие вопросы отвечает глагол что обозначает он чем является в предложении как называется начальная форма глагола почему она так называется как образуется начальная форма глагола глагол это часть речи которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делать что сделать начальная форма глагола называется неопределенной она называется неопределенной так как по ней нельзя определить не время не число глагола глагола в неопределенной форме отвечает на вопросы что делать что сделать и оканчиваются на ты мягкий знак «ти» и «ч» – мягкий знак. Но надо иметь в виду, что «т» – мягкий знак и «ти» – это суффиксы неопределенной формы глагола. А «ч» – мягкий знак входит в корень. Например, что делать? Играть. В слове «играть» – «т» – мягкий знак – это суффикс. А вот в слове «беречь» – «ч» – мягкий знак входит в корень. В предложении глагол является сказуемым. Давайте с вами попробуем поставить глаголы в начальную форму. Хожу. Что делать? Ходить. Вижу. Что делать? Вязать. Поливаю. Что делать? Поливать. Решаю. Что делать? Решать. Рассказываю. Что делать? Рассказывать. Давайте попробуйте самостоятельно выполнить второй столбик данного упражнения. Я только помогу вам задать вопрос. Я уверена, что вы справились с этим заданием. А теперь мы попробуем подобрать псевдонимичные пары, используя при этом две группы глаголов. Берем глагол из первой группы и подбираем глагол из второй группы. Например, «беспокоить». Что делать? Беспокоить. Давайте найдем глагол, подходящий по смыслу во второй группе. «Беспокоить» – это значит тревожить. Подбираем вторую пару. «Изумить». Что сделать? Изумить. Внимательно прочитайте и найдите нужный нам глагол. «Изумить» – это значит удивить. «Просить». Что делать? Просить. Я уверена, что вы нашли глагол. Нужный глагол – это значит умолять. «Бить». Что делать? Тут близкое по смыслу глагол. «Колотить». «Гореть». Что делать? «Плать». «Плакать». «Что делать?» «Рыдать». «Шуметь». «Что делать?» «Греметь». Давайте попробуем образовать формы глагола. Вы знаете, что глаголы изменяются по временам. Глагол может быть в прошедшем времени, то есть обозначать то, что происходило в прошлом, когда-то, обозначать настоящее действие, то, что происходит сейчас, и указывать на будущее время, то, что будет происходить в будущем, потом. Например, «Что делать?» «Учить». «Что делал?» «Учил». «Что делает?» «Учит». «Учу». «Учишь». «Что будет делать?» «Будет учить». «Я буду учить». «Я выучу». Давайте попробуем вместе выполнить эту работу. Я сначала вам помогу, а потом вы полностью, самостоятельно напишите в тетрадях нужные варианты. «Что делать?» «Думать». «Что делал?» «Думал». «Что делаю?» «Думаю». «Что буду делать?» «Буду думать». «Что я сделаю?» «Я подумаю». Итак, у нас глаголы «читать» и «смотреть». «Что делать?» «Читать». «Что делал?» «Что делаю?» «Что я буду делать?» «И что сделаю?» «Теперь попробуем образовать форму глагола «смотреть». «Что делать?» «Что делал?» «Что делаю?» «Что я буду делать?» «Что я сделаю?» «Что я сделаю?» «Скакрепить наши сегодняшние знания». «Вы выполните, пожалуйста, упражнения 355 и 359. Когда вы будете работать над 355 упражнением, не забудьте использовать слова для справок». «Большое спасибо, ребята, вы сегодня хорошо работали. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok»